Торговые центры есть во многих городах. Они обеспечивают людей работой и позволяют им приобретать всевозможные товары. И чтобы облегчить нашим зрителям задачу, мы решили сравнить ТЦ между собой. По разным критериям, список которых появится сейчас где-то вот здесь вот на экране. Приветствую, друзья! С вами проект Татарстан, да? Меня зовут Андриан. Поехали! Стоит отметить, что мы не брали в обзор несколько ТЦ, таких как Мегацентр или Шифа. Почему? Да потому что там очень много закрытых помещений и нам практически нечего было там показывать. Мы сейчас с вами находимся в поселке Нижняя Мактама на улице Промышленная 1Б. За моей спиной вы сейчас увидите торговый центр Мактама парк. Это наш очередной конкурсант и посмотрим, насколько он хорош. Сыграем в Ревизор. Здесь пахнет... Здесь пахнет, простите, мочой. Фу! О! Кто-то покурил. Здорово. Да, ни о каких удобствах засели очень не идет. Кстати, про удобства для инвалидов. Их тут практически нет. По лестнице они не спустятся. Эскалатор со ступенями. Так что, если вдруг инвалид окажется на втором этаже, хотя как, если у нее, конечно, не коляска-летяга. Но вот самое интересное будет, как они отсюда будут выбираться в случае пожара. Здесь, кстати, очень прикольный эскалатор. Он вроде не работает, но когда ты к нему подходишь... И теперь можно наверх. Так чего здесь, по сути, нет в Мактама-парк? Нет магазинов электроники, таких как Мвидия, Ситилинк и так далее. Здесь очень мало мест, где можно перекусить. Мы только заметили одну пекарню. Есть продуктовые магазины, есть одежда, всякие побрякушки и так далее. Но вот ничего больше здесь найти нельзя. ТЦ на осмотр. Это панорама, расположенная по адресу улица Ленина, дом 100. Здесь, друзья, есть удобные вот такие сидения на первом этаже. Любой человек, посетитель, покупатель может здесь отдохнуть спокойно. Здесь вот такие вот импровизированные деревца располагаются. Фонтан вот напротив меня. И самый такой смаковый момент. Вот здесь вот. Покажи вот это. Здесь можно подзарядить свой телефон. Для инвалидов удобства здесь какие-нибудь есть? Вот они как-то добираться могут? Так, обязательно на инвалидных колясках они через лифт пассажирские у нас добираются. Через лифт по этажам. Это раз. Так, второе. Ребята, на первом этаже и на третьем этаже специально для них инвалидные комнаты. На каждом этаже есть у нас обозначения. Сейчас покажу. Вот такие вот. Это что располагается здесь, видимо, из основного. Про кинотеатр тут не забыли. То же самое на втором этаже. Но стоит учесть, что нормальных обозначений, вот как бывают большие стенды на каждом этаже, где прописано четко, что на первом этаже находится. То-то, то-то, то-то. Здесь, к сожалению, такого нет. Итак, друзья, мы сейчас с вами находимся на фудкорте. Тут где-то четыре точки, которые предоставляют явство населению. И, в принципе, здесь очень удобная система. То есть ты подходишь, что-то заказываешь, тебе дают какую-то пищалку. Ты ее кладешь рядом с собой. Как только заказ будет готов, пищалка срабатывает. И ты просто подходишь и забираешь свой заказ. Вообще, кстати, в панораме очень удобные уборные, назовем их так. Смотрите, для примера. Все бесконтактно. И если вдруг не хватает света, да будет свет. Ну, а теперь надо, естественно, руки высушить. Вот так просто. Мы сейчас с вами пройдем в святая святых. В детскую комнату, где родители пока ходят по магазинам, могут оставлять своих чат. Посмотрим, в каких же условиях они будут оставлять. Вообще, с безопасностью здесь полный порядок. Помимо того, что здесь получается по одному охраннику на каждый этаж, плюс они еще меняются посменно как-то, здесь есть также множество камер видеонаблюдения. Более того, наличие металлодетекторов очень важно, как и ручных, так и стационарных. А сейчас мы с вами находимся возле торгового центра «Западный», который у нас расположен по адресу Ленина, дом 140. Посмотрим, что же там внутри. Поехали! Вообще, кстати, детский игровой зал в «Западном» несколько отличается от того, что мы видели в панораме. И почему? Видите ли, в панораме очень много электронного всего. Автоматы различные, и все в этом духе. Здесь же все по старинке. Здесь ручками, ножками дети прыгают, бегают, лазают где-то. Им не нужно смотреть в экран. Им не нужны эти здесь технологии какие-то. Они по старинке развлекаются, ну, как и все мы. В наше же время тоже интернета не было, да, и всего этого. По поводу инноваций. Здесь их практически нет. Надо прикасаться. Опять прикосновения, чтобы мыльный раствор достать. Списуары, туалеты вполне обыкновенные. Не густо, в общем, к сожалению. Как оказалось, выбор здесь не столь большой. Есть, конечно, нюансы, плюсы, свои минусы. Но в целом это, конечно, с панорамой вряд ли можно сравнить. Хотя западный тоже называется. Это С, и здание у него немаленькое. Более того, есть еще и второе. Там уже отдельные какие-то помещения имеются. Что здесь хотелось бы отметить в первую очередь? Наверное, мне больше всего понравилось то, что второй этаж. Там есть специальное прям отделение детское, где продаются мебель для детей, детские игрушки и так далее. Это не просто какой-то детский игровой зал. В рамках нашего обзора мы с вами осмотрели три крупных торговых центра. Кратко пробежимся по каждому. Мактама парк – сердце одноименного поселка. Но учитывая местонахождение здания, его посещают, как правило, только свои. Городские здесь бывают редко. Здесь нет того, чего нельзя было бы найти в самом Альметьевске. И это главное упущение администрации, на наш взгляд. ТЦ Западный находится на окраине Альметьевска, а значит, посетителей там также немного. Ассортимент плюс-минус такой же, как и в Панораме, но не в таком количестве. Плюс отсутствуют фирменные магазины. Панорама – самый крупный, известный и навороченный ТЦ в городе. Тут вам и десятки всевозможных фирменных магазинов, и наличие единственного в городе кинотеатра. Здесь можно купить практически все, что душе угодно. Именно поэтому, вне зависимости от времени суток, тут всегда много народу. Зато, друзья, вы нам можете очень сильно помочь, если поставите лайк этому видео, и напишите в комментариях, какой ТЦ по-вашему является лучшим, а какой-то вам уже титула не заслуживает, или наоборот является худшим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok